Бюджетный дефицит будет сокращен, удастся снизить существенные коммерческие кредиты регионов. Федеральный центр поможет субъектам привлечь дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач. Сегодня об этом шла речь на совещании у главы Чувашии на повестке дня и перспективы ипотечного рынка. Подробности у Дмитрия Ковалева. Выплачивать долги федеральному Минфину регионам станет проще. По итогам прошедшего в Ульяновске заседание госсовета президент страны поручил реструктуризировать бюджетные кредиты. В правительстве республики уже сделали предварительные подсчеты. Мы не будем, соответственно, возвращать тот бюджетный кредит, который должны были вернуть в 2018 году, 4 миллиарда 131 миллионов рублей. Возвращаем от этой суммы 5 процентов. Если не было бы такое волевое решение принято, нам пришлось бы обращаться к коммерческим кредитам. Реструктуризация бюджетных кредитов рассчитана на 7 лет, но эти сроки могут и продлить. Когда регионы по доходной части бюджета в 2018 году покажут рост выше, чем чуть-чуть инфляции, то предоставляется еще дополнительно 5 лет. В связи с этим только на обслуживание государственного долга по коммерческим кредитам реальной экономики у нас получается не менее 350 миллионов рублей. Вот я задание давал, я задачу всех сейчас министерств, главных распределителей средств. С учетом предложения пожеланий главных распределителей средств Минфин сейчас должен учесть эти суммы. Правительство смягчит и бремя ипотеки. Центральный банк уже объявил о снижении ставок. В республике средние проценты кредитов на жилье уменьшились. В июле текущего года средняя процентная ставка составила уже 10,54%. Указанная процентная ставка является самой низкой процентной ставкой по Приворскому федеральному округу. Для сравнения, Приворскому федеральному округу эта ставка равна 10,88%. Ипотечные ставки будут уменьшаться и дальше. Региональные филиалы крупнейших банков уже разработали выгодные продукты. Мы уже работаем со ставкой 9,4%. По отдельным застройщикам, по которым у нас есть соглашение, ставка применяется даже 7,2%. ЖК тоже снижает проценты ставки на 0,5% и составит программу где-то от 6,45% до 9,45%. Снижение ставок должно отразиться на увеличении спроса. В Республиканском Минстрое в перспективе намерены реализовать и программу льготной ипотеки. В рамках реализации программы льготного ипотечного кредитования рассматриваются такие категории граждан, как медицинские и педагогические работники в целях закрепления кадров на рабочих местах. С начала этого года банки выдали более 9 миллиардов ипотечных кредитов. С учетом пониженной ставки объемы займов могут увеличиться в два раза. А это гарантированные заказы для строительной сферы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.